Вести Карачаева-Черкесия Дворцу спорта Учхеке на Малакарачаевском районе присвоено имя Героя России генерал-майора Канамата Баташева. И в Черкесске появится республиканский центр «Самбо». Далее подробно об этих событиях и не только. Вчера под председательством полупреда президента в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки в Пятигорске состалось координационное совещание по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка, в котором принял участие и руководитель Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Ключевой темой разговора стала обеспечение безопасности учреждений образования, антитеррористической защищенности школ, детских садиков и других объектов образования. По словам главы региона, за последние годы в республике была проделана значительная работа по совершенствованию системы безопасности. Из года в год улучшается техническая оснащенность учреждений образования, ведется профилактическая работа с педагогами и учениками в случае потенциальных угроз террористического характера. Еще одной темой обсуждения стали результаты работы правоохранительных органов по противодействию нарушениям в миграционной сфере в субъектах Северокавказского федерального округа. Здесь также была отмечена необходимость выработки дополнительных мер по дальнейшему развитию механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений российского законодательства. Парламентарии Южного федерального округа поддержали предложение депутата Карачаева-Чикесии Хасана Хубева в рамках 36-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая работает в эти дни в режиме видеоконференц-связи. Председатель Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Народного собрания нашей республики выступил с предложением направить в Госдуму обращение о расширении перечня на залоги лекарственного обеспечения, по которым финансируется из-за федерального бюджета, и включить в него 17 заболеваний, лекарственное обеспечение которых сейчас осуществляется за счет региональных бюджетов. Вместе с тем рассмотреть возможность создания в федеральных округах специализированных центров по редким орфанным заболеваниям. Власти Карачаева-Черкесии сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. В регионе впервые введен мораторий как для малого и среднего бизнеса, так и крупных компаний, и не только по плановым, но и внеплановым проверкам. Кроме того, в целях упрощения работы бизнеса в республике, помимо моратория на проверки, с 10 марта текущего года были отменены все начатые проверки. Лицензии и разрешения, срок которых истекает до конца года, были автоматически продлены, а также отменена госпошлина на заявление в рамках получения лицензии. Сроки действия сертификатов и деклараций, истекающих до 1 сентября этого года, продлены на год. Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 региона в России по реализации проекта «Социальная догазификация». Республика четко и своевременно выполняет все запланированные мероприятия в рамках данной программы. В частности, по темпам ее реализации регион занимает второе место. Так, от жителей республики уже принята 2301 заявка, более 90% из них переведены в договоры, а 75% исполнены, сети построены до границ земельных участков. В выставочном комплексе Минводы-Экспо проходит четвертая международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «Про яблоко-2022. Инновации и технологии». Делегацию Карачаева-Черкесии возглавил первый заместитель председателя правительства Хазер Чекуев. Ежегодно выставка собирает более 3000 участников, в том числе не менее 1500 ключевых игроков в области садоводства с сотнями продуктов и технологий. Карачаево-Черкесия на протяжении последних лет является перспективным представителем данной отрасли. Возрождение садоводства в регионе началось в 2017 году с фруктового сада интенсивного типа в 200 гектаров. Последующие четыре года в республике активно велась закладка садов интенсивного типа и на сегодняшний день составляет более 911 гектаров. А к 2030 году планируется увеличение площадей до 1805 гектаров. В рамках реализации оригинальной целевой программы по развитию садоводства, запущенной в мае 2019 года, на сегодняшний день заложено 315 садов интенсивного типа на территориях личных подсобных хозяйств. Объединенных в 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов во всех муниципальных районах республики. Дворцу спорта Учхикена Малакарачаевского района присвоено имя Героя России генерал-майора Канамата Баташева, который героически погиб при исполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине. На фасаде здания спорткомплекса отныне располагается мемориальная доска с именем Канамата Хусеевича. Вчера в Учхикене прошел первый турнир по карате, посвященный памяти Героя России Баташева, который станет ежегодным. Память о нашем отважном земляке будет жить в сердцах всех жителей республики. Он лишился жизни в борьбе с жестокой идеологией фашизма, воюя за стратегическую безопасность родной страны, за наше стабильное будущее. Его беззаветное служение Отечеству, преданность своим принципам и любовь к Родине – хороший пример доблести и чести для подрастающего поколения. В региональном отделении партии «Единая Россия» прошел круглый стол с участием депутатов парламента республики, представителей Минздрава Карачаево-Чрикеси и руководителей крупнейших медучреждений региона. Они подвели промежуточные итоги реализации в республике программы модернизации первичного звена здравоохранения. О том, что уже сделано и перспективных задачах, рассказала заместитель министра здравоохранения Карачаево-Чрикеси Динара Камурзаева. На 2022 год запланировано завершение объекта по Малокарачаевской поликлинике и строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьский, большой врачебной амбулатории в Станице-Преградное Урупского муниципального района, фельдшерско-акушерского пункта в Ауле Учкулан и капитальный ремонт Тибердинской участковой больницы. В этом году мы запланировали приобретение 8 единиц медицинского оборудования. Уже сейчас заключены государственные контракты на приобретение, и в конце июня 2022 года ожидается первая поставка. Операционные столы мы ждем уже в этом месяце, и в июле все остальное должно быть поставлено. Карачаево-Черкесия достигло 80% от плана по вакцинации от COVID-19. Всего в республике от новой коронавирусной инфекции привились 230 933 человека, что составляет чуть больше 80% от плана по иммунизации. Полный цикл вакцинации прошли 222 417 жителей региона. Начавшийся еще в прошлом году ремонт детской музыкальной школы номер 3 Черкеска, и который должен был завершиться в текущем, застопорился. А все потому, что работы не выполнены в срок из-за халатности подрядной организации, которая не соблюла все условия контракта. Горадминистрация подала на нее в суд. Информацию комментирует начальник отдела капитального строительства и ремонта управления ЖКХ мэрии Черкеска, Рафиль Текеев. Проблемы на производстве, это внутренние проблемы подрядчика, которые заказчика мало волнуют, так сказать. Мы с нашей стороны неоднократно проводим беседы с подрядчиком, направляем письменные предупреждения, телефонными звонками уведомляем, но темпы работ не устраивают, значительно снизились. Уже подготовлен иск в суд. Суд обяжет подрядчика в месячный срок выполнить все предусмотренные муниципальным контрактом работы. В случае невыполнения подрядчикам своих обязательств будет расторгнут муниципальный контракт и уже будет принято решение о заключении нового контракта с новым подрядчиком. Планируем все работы выполнить к 1 сентября, к началу учебного года. Карачаево-Черкесия поднялась с 41 на 14 место среди 85 субъектов России по показателю уровень цифровой зрелости. Он определяется на основе цифровизации образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики. Причем направление образования и госуправления, которые очень тесно и часто взаимодействуют с населением, у нас показали максимально позитивную динамику. В наш век возможность грамотно использовать передовые цифровые технологии и детям, и взрослым, и пожилым говорит о продуктивной работе профильного министерства и о развитии региона в целом. По инициативе Центра управления регионом в Карачаево-Черкесии заработал особый цифровой помощник. Виртуальный советчик поможет не опоздать на автобусы и даже подскажет, куда обращаться в случае, если маршрутка не пришла вовремя. Сюда же на платформу можно отправить и свои нарекания в адрес водителей, которые ведут себя некорректно. Информацию комментирует руководитель Центра управления регионом Ахмат Апаков. Фактически наш чат-бот – это в первую очередь справочник для жителей республики. Они могут зайти, выбрать свой населенный пункт, увидеть все маршруты, которые уходят из него, увидеть все расписание. На данный момент это как бы ничего сверхъестественного. Это фактически расписание всех рейсов межмуниципальных, собранных в одном месте, с интуитивным интерфейсом. Но в будущем мы будем его развивать, добавлять новые возможности. То есть сейчас там основной раздел – это расписание маршрутов и транспортные новости, где мы будем также сообщать о отмене каких-то маршрутов либо о каких-то других важных новостях, связанных с транспортом. В республике будет построен центр самбо. Об этом на составшейся встрече договорились глава Карачаева Черкесия Рашид Темрезов и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. Спортивный объект будет возведен в северной части Черкеска. Здесь самбо могут заниматься и повышать свое спортивное мастерство талантливые и перспективные ребята со всей республики. Сергей Владимирович находится с рабочим визитом в нашей республике, чтобы воочию познакомиться с потенциалом развития этого спорта в регионе. Заслуженный тренер России дал высокую оценку уровню и динамики развития спортивной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии. Стороны также обсудили совместные действия по реализации большого проекта Всероссийской Федерации «Самбо в школу», который уже стартовал в республике и в дальнейшем будет только набирать обороты. Это спортивный и образовательный проект одновременно, и он уже приносит хорошие результаты. Дети уже с младших классов выбирают «Самбо» в качестве приоритетного вида спорта. За первый квартал этого года Банк России выявил в регионах Южного и Северокавказска федеральных округов 29 компаний с признаками нелегальной деятельности. Четыре из них – это финансовые пирамиды, а остальные – нелегальные кредиторы. Мошенники на финансовом рынке активно используют информационную повестку, призывая спасти денежные средства в зарубежных юрисдикциях, и действуют преимущественно в интернет-пространстве. По словам управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрия Мещерякова, в последнее время мошенники заманивают доверчивых граждан в ловушку с помощью VPN. Сейчас многие граждане для обхода блокировок используют VPN-сервисы, однако их используют в своих целях и мошенники. И кликая на баннеры или ссылки в сети интернет при получении финансовых услуг, граждане даже могут и не подозревать, что зашли на ресурсы нелегальных компаний, которые уже заблокированы в нашей стране. Поэтому прежде чем иметь дело с той или иной финансовой компанией, необходимо проверить, есть ли у нее лицензия Банка России. Также важно проверить, не находится ли организация в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Перечень обновляется ежедневно. Сейчас в нем более 5000 компаний и интернет-проектов. В рамках реализации концепции нулевого травматизма Vision Zero в филиале Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкеск Энерго состоялась расширенная встреча с участием начальников отделов и служб. Концепция нулевого травматизма основана на убежденности в том, что все несчастные случаи на производстве можно предотвратить, и что компании и партнеры обязаны обеспечивать условия труда, способствующие притворению в жизнь трех базовых ценностей – охраны здоровья, безопасности и благополучия. Информацию комментирует главный специалист пресс-службы департамента по взаимодействию со СМИ Россети Северный Кавказ Надежда Алакаева. О семи основных правилах Vision Zero сотрудникам рассказали первый заместитель директора, главный инженер филиала Ринат Хачиров, его заместители Владимир Веременников и Джамбулат Наджагов, а также дипломированный тренер по нулевому травматизму филиала, ведущий специалист группы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля Асман Джукаев. Чтобы довести производственный травматизм до нулевого уровня, по мнению технического руководителя филиала Рината Хачирова, у всех сотрудников должна быть ответственность за собственное здоровье и здоровье своих коллег. В ходе встречи также было отмечено, что в решении вопросов, связанных с безопасностью, должны быть вовлечены сотрудники всех уровней, от высшего руководства до рядовых сотрудников, в результате чего будет сформирована новая производственная культура. Только таким образом можно выстроить действенную систему предотвращения травм и происшествий. Непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил проезда перекрестков и выезд на встречную полосу являются наиболее частными причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в Карачаево-Черкесии. Тему продолжит государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды регионального управления ГИБДД Лилия Гогушева. Эти нарушения являются следствием невнимательности, излишней самоуверенности и несоблюдением правил дорожного движения и приводят к печальным и даже трагическим последствиям. Так, 22 июня в Черкесске водитель автомашины ГАЗ-32-213, выезжая с автозаправочной станции, не предоставил преимущества в движении автомашине АК, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения водитель АКИ, 56-летний житель села Чапаевское, получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Водитель автомашины ГАЗ-32-213 трезвый. Участок дороги, на котором произошло ДТП, не является очагом аварийности. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством теплоэнерго. По данным следствия, в период с января 2015 года по июль 2017 руководство предприятия уклонилось от уплаты в бюджет страны налогов, в частности НДС, на общую сумму 34 млн. рублей. В настоящее время задолженность по уплате налогов частично погашена, принимаются меры к полной выплате. Сотрудники полиции уничтожили в Черкесске наркосодержащую растительность на площади 900 квадратных метров. Работа проведена в рамках профилактической операции МАК, направленной на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений. Жители республики выпустил мобильную игру про борьбу с коронавирусом. Игра «Супердог» разработана резидентом высокогорного креативного кластера Рустамом Урусовым. Ее цель – показать, как правильно вести себя, чтобы не заразиться вирусом. А именно, в игре нужно держать уровень антител в пределах нормы, собирая бонусы в виде витаминов и вакцин. Отметим, что проект игры получил в прошлом году грантовую поддержку на конкурсе молодежных проектов Северокавказского федерального округа среди физических лиц. А в настоящее время игра доступна для скачивания только владельцам Android. Представители молодежи Карачаево-Чикеси приняли участие в форуме «Торгим», прошедшей в эти дни в Ингушетии. Это площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, общественных объединений и органов по делам молодежи. Мероприятие предусматривает знакомство с передовыми практиками реализации молодежных инициатив. В рамках форума прошли сессии и мастер-классы с участием политических лидеров, российских экспертов, а также представителей научно-академических кругов и гражданского общества. Были организованы экскурсии по Горному Джейрахскому району и другие культурно-досуговые мероприятия. Форум «Торгим» проводится с 2007 года, и за время проведения он собрал на своей площадке более 2000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из регионов России и страны СНГ. Ну и в заключении информационного выпуска новости спорта. В Армавире прошел третий финальный этап спартакиады учащихся по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В весовой категории до 46 килограммов второе место завоевал воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва по дюдо Алим Агержаноков. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17, в Черкесске во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. На этом новостной блок завершен. Его управила Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!